МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за географических условий суровой зимы и сильных снегопатов 60-километровая дорога от Ардагана до Ардвина в Западной Армении закрыта для транспортных средств почти 6 месяцев в году. Дорога была открыта в начале этого года в результате шестидневного командного усилия. Дорога в этом году в результате шестидневной работы сервисных команд было довольно рано очищена. Теперь она открыта для всех типов транспортных средств. Постепенно пробуждается природа в Карсе, которая считается одной из самых холодных провинций Западной Армении. На реку Карс вернулись дикие красные утки. Землетрясение силой в 4 балла произошло в Сырокомышском районе Карса Западной Армении 10 марта в 2.47 по местному времени ночью. По предварительным данным, жертв в разрушении нет. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. По инициативе университета имени Месропа Маштоца в Степанакерте 14 марта в конференции «Алиотеля Европа» в 10 утра состоится международная научная конференция истории политика, фальсификации, фобии, мифотворчества. Об этом в интервью Арцах Пресс заявил Ове Каванесов, научный сотрудник Центра кавказских исследований при университете имени Месропа Маштоца. По его словам, в конференции примут участие представители соответствующих сфер Арцаха, Армении и России, которые выступят с докладами. Цель конференции еще раз на основе научных данных противостоять фальсификации антиармянской пропаганде и антиармянской политике Азербайджана. Азербайджан не изменил свою политику и годами пытается оправдать ее, представляя факты, основанные на лжи и фальши, что, конечно, неприемлемо для армянской страны, в частности, отметил Абонесян. В Нахачеванском гарнизоне азербайджанской армии начались командно-штабные учения 2020 года, передает Минвал АЗ. Также запланированы оборонно-наступательные упражнения для ряда родов войск. Напомним, что любые действия в районе Нахачевани, в том числе военные учения, являются незаконными и нарушают международное право. Нахачеван является неотъемлемой частью Западной Армении в соответствии со Всерским договором. 1920 года она оккупирована наряду с другими территориями Западной Армении. Брюссель и Анкара еще раз подробно обсудят через несколько дней соглашение, подписанное в 2016 году, в соответствии с которым Европейский Союз обязан предоставить Турции финансовую поддержку для предотвращения потока беженцев в страны ЕС. Стороны достигли такой договоренности во время вчерашнего визита президента Турции Эрдогана Брюссель. Подводя итоги приговоров с президентом Турции, один из лидеров Евросоюза, президент Европейского совета Шарль Мишель, напомнил, что значительная часть достигнутых с Анкарой договоренностей касалась финансовой стороны вопроса. Однако, согласно Financial Times, главной причиной разногласий между ЕС и Анкарой является не количество привлеченных средств, а то, как эти средства расходуются. Фонд MMF Multicultural Mosaic Foundation, работающий в Соединенных Штатах, 8 марта опубликовал заявление о признании геноцида против армян. Главной миссией фонда, который основан в 1997 году, является взаимопонимание, диалог и распространение мира между разными народами, культурами и религиями. Фонд тесно связан с выдающимся турецким религиозным лидером, проповедником, основателем движения Хизмет Фетхуллахом Гюленом. Гюлен, живущий в США с 2013 года, обвиняется в Турции в неудачном военном перевороте 15 июля 2016 года. В Турции Гюлена также обвинили, что у него армянские корни. Согласно в это время появившимся сообщениям, его отец пережил геноцида против армян. Используемые в качестве военного поселения в Римской империи замок Зарзыван, расположенный в 13 километрах от районного центра и храма Митры, обнаруженные во время раскопок, принимают большое количество посетителей в выходные дни. Ранее мы сообщали, что во время раскопок в этом регионе были обнаружены 3000-летняя печать Ассирийской эпохи и храм Митры. Обнаруженные исторические места включают в себя руины, стену высотой 12-15 метров и длиной 1200 метров, смотровую и защитную башню высотой в 21 метр, церковь, административное здание, укрытие, склады, зерна и оружие, подземный храм, пещерную могилу. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Говер Еркчахумб. Говер Еркчахумб. Говер Еркчахумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Говер Еркчахумб.